Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали! Мой муж из очень странной семьи. Они терпеть не могут праздники. Новый год это для них обычный день, даже елки не ставят. Максимум могут оливье сделать и то только потому, что вкусный и не очень дорогой салат. Дни рождения, просто даты в паспортах. Зачем какие-то поздравления или тем более подарки? Знают ли они вообще о существовании 8 марта, я могла только догадываться. Я привыкла к совсем другому. Утром 8 марта папа мне, маме и сестре готовил завтрак, каждый особенный из ее любимой еды, и приносил в постель. Квартира была украшена розами. Мы получили подарки. Целый день папа оказывал нам разные знаки внимания, а вечером мы шли в ресторан и по очереди танцевали с папой. После свадьбы я предвкушала, как муж будет поздравлять меня. И вот настал долгожданный праздник. Но муж даже устно меня не поздравил. На второй год все свелось к сухому с праздничком и поцелую в щеку. Перед третьим 8 марта в нашей семейной жизни я начала капать мужу на мозг еще за пару месяцев до праздника. Даже общих друзей подключила и была уверена в успехе. Муж явно задумался, даже начал что-то планировать. И вот 8 марта. На этот раз я даже не вспомнила о празднике. Вечером поздно легла, с утра едва открыла глаза. На автомате отключила будильник. Поднялась с кровати, иду в ванную. И вдруг муж как ряпкнет. Куда нахрен пошла? А ну ложись обратно. Я сейчас кофе в постель подавать буду. И завтра. От неожиданности я подскочила чуть не до потолка и прикусила язык. Больно-то как было. Кровь хлынула. Еле льдом как-то остановили. Язык распух. Не есть, не пить, а тем более кофе. Я еще долго не могла. Говорить было тяжело, шептать тоже. Это было хуже всего. Не могла мужу высказать все, что я о нем думаю. Пришлось даже больничный брать. Оказалось, кофе не единственный сюрприз, который приготовил мне муж. Он еще и цветы купил. Да-да, мои любимые красные розы. И живичный торт, и даже помаду. Торт мой ненаглядный съел сам, при этом глядя на меня виноватыми глазами нашкодившего котенка. А помада я так и не могу пользоваться. Как увижу ее, сразу вспоминаю то чудное утро. Но чтобы муж не обиделся, купила себе такую же. К слову, жизнь со мной принесла результат. Муж почти научился праздновать Новый год и наши дни рождения. Надеюсь, следующее 8 марта обойдется без травм. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.